Новосибирск А вот раскрыть свой потенциал, найти в себе что-то новое и поучаствовать в активной жизни нашего города помогают мероприятия, организованные Комитетом по делам молодежи мэрии города Новосибирска. О самых ярких и значимых событиях 2013 года далее. Новосибирск В этом году найдутся люди, готовые встать на защиту страны или хотя бы одного, но такого родного города. Не многие знают, что добровольческое молодежное движение по охране общественного порядка, как одна из форм вовлечения молодежи в социальную практику, приносит немало пользы для безопасности и спокойствия нашего города. Традиционно бойцы отрядов молодежной дружины принимают торжественную присягу. После клятвы верности свежеиспеченным стражам порядка вручаются удостоверения дружинников. Ребята из ДНД ведут работу по нескольким направлениям, одно из которых – обеспечение безопасности граждан в электропоездах – выступает отличительной особенностью нашего города. С 10 по 20 сентября в Новосибирске прошла акция по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от паводка регионам Дальнего Востока. Молодежные и социальные центры, а также крупные торговые комплексы в течение нескольких дней принимали теплые вещи, подушки, одеяла, предметы гигиены, к словам, все самое необходимое. Всего было собрано более 5000 единиц товара. Новосибирск – это город молодых. Мы уверены в себе и готовы отстаивать свои взгляды на жизнь. У нас есть активная жизненная позиция, и мы готовы помогать другим реализовывать свои проекты на благо нашего города. Сегодня в Новосибирске функционирует более 100 общественных молодежных организаций, основная цель которых – помочь молодым жителям и создать условия для их участия в городских программах и молодежных проектах. Например, в таком, как «Парад идей» – ежегодном открытом конкурсе социальных проектов. Направленный на решение социально значимых проблем, «Парад идей» в то же время помогает развивать взаимодействие молодежных организаций с органами местного самоуправления, государственной власти, общественными и коммерческими структурами. В этом году на конкурсе выбрали 40 проектов, а их авторы получили от 30 до 100 тысяч рублей на реализацию задуманного. Общая сумма грантов для победителей в 2013 году составила более 1 миллион рублей. В нашем городе много людей, готовых откликнуться на чужую беду. Если хочешь помочь – помоги делом. Так считают организаторы и участники добровольческой донорской акции «Помоги делом», приняв участие в которой, вы могли спасти чью-то жизнь лишь просто сдав кровь. Акция проходит в Новосибирске уже третий год подряд и призывает все больше и больше здоровых молодых людей присоединиться к донорскому общероссийскому движению для сбора донорской крови в помощь больным людям. Мы молоды, а значит стараемся всюду успеть и многое узнать. Для того, чтобы идти в ногу со временем, нам необходимо общение. 29 июля новосибирская молодежь в рамках международного обмена посетила южнокорейский город Тэджон. Ольга Полякова часть летних каникул провела со своими южнокорейскими друзьями и готова поделиться впечатлениями. Всегда мечтала съездить в Корею, потому что я очень интересуюсь корейской культурой. Все очень похоже было на фильмы. Мне сначала казалось, что фильмы, они такие слишком нереальные. Когда я это увидела вживую, своими глазами, я просто такая, как так? Это невозможно. А тем временем мы продолжаем общаться и здесь, в нашем родном городе. Собираясь вместе, мы готовы делиться идеями и также жаждем показать себя, будь то выставка, фестиваль или День молодежи. Так, 25 ноября 2012 года на базе Центра досуга молодежи «Респект» открылась первая за Уралами хип-хоп-выставка, собравшая всех представителей сибирской хип-хоп-культуры под одной крышей. А уже весной в том же Центре «Респект» в рамках международной акции «Ночь музеев» стартовала еще одна выставка «Мифы и страхи». Выставку «Мифы и страхи» посетило более 2,5 тысяч жителей Новосибирска. Чуть позже состоялся районный творческий фестиваль «Весенние голоса», посвященный в этом году 120-летию Новосибирска, столетию со дня рождения Александра Ивановича Покрышкина. А летом в нашем городе прошли фестиваль молодежных субкультур «Знаки», День молодежи и День города. Стал традиционным городской конкурс на самую прогрессивную молодежную территорию муниципальных районов города Новосибирска «Территория успеха», основная цель которого – повышение эффективности реализации муниципальной молодежной политики в районах нашего города. И по итогам конкурса четыре района победителя получили сертификаты на финансирование мероприятий на Новосибирской молодежной неделе. Яркой финальной точкой прошедшего лета стал двойной фестиваль музыки и велоспорта «Заодно» и «Веландролл». Фестиваль собрал несколько сотен молодых музыкантов, велосипедистов и роллеров под открытым небом Зайльцовского парка. Мы активны, а значит не сидим на месте, мы стремимся быть первыми и добиваемся результатов. В 2012 году в нашем городе был запущен пилотный проект модернизации хоккейных коробок. Это стало возможным благодаря правительству Новосибирской области, мэрии города Новосибирска при поддержке депутатов Законодательного собрания Новосибирской области и депутатов Совета депутатов города Новосибирска. В 2013 году в Кировском районе открыты уже два таких многофункциональных спортивных сооружения. Помимо традиционных спортивных конструкций, растет и число площадок, отведенных под экстремальные виды спорта. А в поселке Репьево прошла уже восьмая по счету спартакиада работающей молодежи «Смена». Став традиционным событием лета, спартакиада собрала более тысячи человек в большом палаточном городке, где участники проявили себя в спортивных состязаниях и творческих конкурсах. Молодежи нужно знать об успехах друг друга, о тех событиях, которые происходят вокруг. И поэтому так важно развитие единого информационного молодежного пространства. Центр молодежи Кировского района в четвертый раз провел открытый фестиваль молодых журналистов и мультипликаторов «Мультимедиа Квест». В рамках фестиваля участники посетили профильные мастер-классы, тренинги, творческие встречи и круглые столы, в результате чего получили совместные медиапродукты. В этом году молодые люди, небезразличные к здоровью нации, могли принять участие в акции под названием «Я выбираю жизнь». Своё отношение на тему профилактика потребления психоактивных веществ конкурсанты презентовали в формате видеоролика. По итогам конкурса первое место занял ролик «Берегите свою жизнь» от пресс-центра «Современник». Второе место досталось ролику «Любите жизнь» от центра «Радуга». На третьем месте ролик от агентства молодежных инициатив «Твоя жизнь – твой выбор». В 2013 году Новосибирск объединил 53 студенческих отряда, бойцы которых – это студенты средних и высших учебных заведений. Они собрались вместе на пятой молодежной акции «Трудовой десант». Этой весной в акции приняли участие 1353 волонтера, оказав помощь на 221 городском объекте. Развитие молодежной политики напрямую зависит от роста ее кадров. Молодежный кадровый резерв «Поколение 21» – это группа перспективных молодых людей, высококвалифицированных, мобильных, имеющих активную жизненную позицию и высокий потенциал развития, способных занять должности специалистов в сфере муниципальной молодежной политики. Молодой специалист, которому посчастливится попасть в молодежный кадровый резерв, он получает дополнительное образование. Во-вторых, также его резюме будет рассматриваться работодателями в сфере молодежной политики, в первую очередь, и он будет иметь преимущество по сравнению с другими кандидатами на существующую должность. Выявление, обобщение и распространение передового опыта в сфере молодежной политики осуществляется и через организацию городских конкурсов. В 2013 году прошел пятый городской конкурс профессионального мастерства работников муниципальных учреждений в сфере молодежной политики «Формула успеха». В этом году по случаю первого юбилея конкурса он прошел в неформальной клубной обстановке. Номинация «Специалист по работе с молодежью». Первое место. Оксана Ашека. Структурное подразделение медиа Центра молодежной Кировского района. Победителю городского конкурса «Формула успеха» помимо ценного подарка также присваивается звание лучший работник сферы молодежной политики города Новосибирска 2013 года. А также устанавливается годовая персональная надбавка к должностному окладу в размере 100%. 15 ноября 2012 года завершился финальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной политики. По результату конкурсных испытаний представители Новосибирской области одержали победу и заняли призовые места в номинации. Яна Малашенко заняла первое место в номинации руководитель органа по делам молодежи. Специалист сферы государственной молодежной политики, гражданское и патриотическое воспитание молодежи первое место заняла Соловьева Ирина. В номинации укрепление института молодой семьи третье место заняла Полина Ртищева. Год от года Новосибирск остается гордом молодых. Нас много, мы кипим новыми идеями, готовы к новым проектам и, конечно же, полны энергии. А значит, нам будет что вам рассказать и в следующем году. Субтитры создавал DimaTorzok